Условный противник, возможно, применил химоружие. Дымовая завеса позади. А на подходе новая задача – развернуть зенитно-ракетные комплексы С-300 на неподготовленной местности. Мы проходим четырехмесячное обучение на незнакомом полигоне, где отрабатываются практические занятия слаживания расчетов, батареи, дивизиона в целом. ЗРК управляет водитель-оператор пусковой установки Евгений Бережной. Солдат-срочник за полгода прошел теоретическую и практическую подготовку. Изучил так называемый щуп – щит управления питанием и работу ПСУ – пусковой установки. Самое первостепенное – основное питание ПСУ. Мы включаем массу, потом переключаем управление гидросистемой в местное управление и производим запуск ГАПа. ГАП – это газотурбина, аппарат питания, который поставляет питание на ПСУ. На боевом марше военные отбили условную атаку диверсантов, пытающихся сорвать операцию. Пока С-300 готовили к бою, их прикрывали зенитный ракетно-пушечные комплексы. Зенитный ракетно-пушечные комплексы или панцири здесь в роли защитников. Они обороняют военные объекты от крылатых ракет, авиабомб и беспилотников. Панцирь «Эск» состоит из станции обнаружения цели и пушечного комплекса двухствольных каналов с 30-мм снарядами. Мы обнаруживаем все цели, которые находятся в воздушном пространстве, смотрим, опознаем их, свои, не свои. И сопровождаем, соответственно. И уже командиры принимают решение либо на уничтожение данных целей, либо не уничтожение, сброс данных целей. Командир батареи Вадим Алексеев сегодня сам принимает решение. Его рабочее место уже четвертый год за пультом панциря. На экране видны воздушные цели, но сейчас он погашен из-за секретности информации. В случае применения противником биологического оружия, химического, то есть мы включаем это в систему жизнеобеспечения, которая создает нам здесь условия для выполнения задачи. То есть мы здесь много часов можем? Можем находиться, да, много часов. И, соответственно, система кондиционирования в летнее время экипажу, чтобы тоже чувствовать себя комфортно. Все задачи учений выполнены. Зенитчики обнаружили, сопроводили и условно уничтожили беспилотники противников. А скорый экипаж С-300 выступит во всероссийском конкурсе «Ключи от неба». Юлия Сурикова, Юрий Санкин, Дон-24, Ростовская область.